привет друзья вы на канале цветочный сад у аленушки друзья тема сегодняшнее видео обзор всхода в пеларгонии известно конечно что растения которые мы выращиваем из семян они более жизнестойки нежели степлиц и по сравнению даже с черенками растения выращенные семян имеют больше большое и более длительное цветение семена я покупала в интернет-магазине вот такие сорта я посадила пеларгонии зональная red красная оранж пеларгония белая вот такая по ситана fight и пеларгонии вот такая розовая у меня будет норизон скарлетт вот такие хорошие всходы быстро у меня она зашла 15 по моему нет 18 я производила посев семенной способ размножения позволяет обновить старые кусты утрачивающие сортовые качества или завести новые сорта очень экономически выгодно и потому что дальнейшем когда пеларгония разрастется хорошо нарастет хорошая зеленая масса она хорошо укореняется она хорошо черенкуется способом способ черенкования как я размножаю пеларгонию я вам ссылочку оставлю под видео чтобы причин несколько вот допустим если семена у вас не не всходят не появляются росточки в чем же причина может быть может быть плохие семена старые может быть даже испорченные неправильно подготовленные семена и неправильный пассив или процесс проращивания чтобы избежать всех этих ошибок для выращивания используются хорошие конечно качественно семена их очень много великое множество я приобретала в интернет-магазине соло как готовить все же семена пеларгония спасибо у сортовой герания как мы называем не гибридной не гибридные семена можно собрать самостоятельно но признаки сорта при этом могут быть утрачены чтобы из семян наверняка выросла пеларгония в наших домашних условиях их нужно легко уверенно обработать мелко наждачным бумагой с квалификацией этот процесс называется если мы берем или наждачку или ножичек и аккуратненько даже пилочка для ногтей можно и аккуратность подчищаем верхнюю оболочку семян семена крупные и таким образом мы проводим скарификацию перед высев перед тем как мы будем производить пассив можно замочить на три часа в теплой воде и обработать потом или цирконом или эпином и обрабатывал цирконом то есть я в плошечку насыпала грунт сделала скарификацию семян замочила на три часа в растворе циркона и или эпина можно это сделать или другим подобным препаратом их препаратов очень много и дальше разложила на своем грунте плошечки и сверху немножко присыпала где-то на пол сантиметра грунтом выращивание пеларгонии можно начать любое время одни цветоводы конечно советуют это делать с ноября по апрель другие в декабре но я считаю что можно круггодично выращивать пеларгонию и для дома и для потом чтобы мы высаживали это на цветника или ваш сад почва у меня купленная из магазина только добавила сюда перлит можно добавить вермикулит можно даже смешать и вермит и или перед и вместе и перлит и вермикулит для рыхлости и воздух воздухопроницаемости почвы сегодня у нас получается 22 число до 22 число пассив был произведет 18 18 19 зато 21 до 2 5 дней ровно у меня уже возошла хорошо пеларгонию но вот и все друзья будем наблюдать как будет развиваться как появятся это семидольные лесочке как появятся уже настоящие пару листьев я буду ее пикировать в отдельные стаканчики друзья я вам показывала видео что я черенковала пеларгонию посмотрите уже вот новые росточки появились у меня вот срез я обрабатывала активированным углем и вот два росточка новых появилась на пеларгонию вот сам черенок который я отрезала и который у меня укоренился тем самым вот дает дают корешки посмотрите крышки появились тем самым мы можем уже точно сказать что наша пеларгония укоренилась хорошо друзья буду сажать еще производить посев пеларгония так как очень хорошо смотрится в цветнике очень хорошо пеларгония смотрится в озонах но вот и все производите посев вместе со мной будете любоваться у себя и на окошке и цветнике пеларгония друзья вот некоторые задают вопросы что выкапывала коз пеларгонии заносила домой мне пропал друзья я так не делаю я черенкую в открытом грунте пеларгонию эти черенки укореняю и заношу домой уже укорененные черенки горшочках а кусты сами которые нарастают если в открытом грунте не горшках они хуже сохраняются в доме лучше все же черенковать с открытого грунта и заносить тогда в зиму потом будут нарастать у вас дома уже вы будете можете их черенковать ну вот и все друзья если вам мои видео чем-то интересное полезное подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие видео кликайте под видео на колокольчик вам хорошего настроения всего доброго до новых встреч на моем канале с вами была аленушка пока пока